Good afternoon, students. I'm glad to welcome you at our English lesson. Добрый день, уважаемые учащиеся! Я рада приветствовать вас на нашем уроке английского языка. It's high time for us to start our lesson. Пора начинать наш урок. The theme of our today's lesson is connected with food. Тема нашего урока сегодня связана с едой. We are going to talk about ordering food. Мы будем разговаривать о том, как заказать еду на вынос в ресторане быстрого питания. Откройте свои учебники на странице 102. This is unit number 8. Это раздел, модуль номер 8. English in years. Английский в использовании. Называется ordering food. Заказ еды. Let's look at the meaning of this word combination. Давайте рассмотрим значение данного словосочетания. Take away food. Еда на вынос. This is food, which is ordered and made in a restaurant, and is then taken away to be eaten at home or elsewhere. Это еда, которую можно заказать и приготовить в ресторане, а также в кафе, и забрать с собой, чтобы кушать ее дома или в другом месте. Я думаю, каждый из вас не раз побывал в ресторане быстрого питания или в кафе, где можно заказывать еду на вынос. И сейчас я хочу, чтобы вы ответили на мои вопросы. Do you like going to the fast food restaurants? Нравится ли вам посещать рестораны быстрого питания? Do you like ordering food at the fast food restaurants? Нравится ли вам заказывать еду в ресторане быстрого питания? Ребята, вы все прекрасно знаете, что все мы постоянно куда-то торопимся, чем-то заняты. И у нас часто не хватает времени приготовить для себя вкусную и здоровую пищу. И в последнее время это становится нормой. Ведь современный цивилизованный мир – это гонка за хорошими оценками, за хорошим образованием, за успешной карьерой, хорошим заработком, постоянными встречами, переговорами, общением и так далее. Конечно, выход всегда есть. Наверное, 99% всех ресторанов, кафе и баров готовят еду на вынос. Человеку достаточно просто зайти на любой сайт, кафе или фастфуда или позвонить по номеру и заказать то, что они предлагают. И ничего в этом зазорного нет. Тысячи людей пользуются доставкой готовой еды. Эту концепцию общепита ученые отмечают даже в древних культурах. А сейчас она широко распространена по всему миру и представлена самыми разнообразными национальными кухнями. А какую кухню в еде на вынос предпочитаете вы? Как обычно, для выполнения следующих упражнений, для проработки материала нам нужно познакомиться с новым вокабуляром, с новой лексикой. На ваших экранах вы видите слово на английском языке и перевод. Данную лексику необходимо переписать в словарике. Let's start. Приступаем. To order food. Заказать еду. Take away. На вынос. To take order. Принять заказ. I'd like. Я бы хотел. Или я бы хотела. Eat in. Кушать внутри помещения. To enjoy. Наслаждаться. Получать удовольствие от чего-либо. Cashier. Кассир. Customer. Покупатель. Клиент. Let's practice the pronunciation. Repeat after me. Повторяем. За мной. Практикуем произношение. To order food. Take away. To take order. I'd like. Eat in. To enjoy. Cashier. Customer. Let's do the first exercise. Выполняем первое упражнение. Exercise 1A. Упражнение 1A. В этом упражнении вы видите фразы. И сейчас нам нужно понять, что означает та или иная фраза. И какую фразу может говорить кассир в ресторане быстрого питания. А какую фразу может произносить и говорить покупатель при оформлении своего заказа. При заказе еды. Take away, please. Мне с собой, пожалуйста. Мне на вынос, пожалуйста. Can I take your order? Могу ли я принять ваш заказ? I'd like a large cheeseburger, please. Я бы хотел большой чизбургер, пожалуйста. Would you like anything to drink with that? Будете заказывать какой-либо напиток? Let's practice the pronunciation. Практикуем произношение. Repeat after me. Повторяйте за мной. Take away, please. Can I take your order? I'd like a large cheeseburger, please. Would you like anything to drink with that? The next, следующие фразы. Будете есть в зале или вам с собой? Here you are. Вот, возьмите. An orange juice, please. Апельсиновый сок, пожалуйста. Enjoy your meal. Наслаждайтесь едой. Thank you. Спасибо. Let's practice the pronunciation. Repeat after me. Практикуем произношение. Повторяйте за мной. Is that eating or take away? Here you are. An orange juice, please. Enjoy your meal. Thank you. Итак, мы увидели 9 фраз. И сейчас нам необходимо понять, разобраться, какую именно фразу может произносить кассир при оформлении заказа, а какую покупатель. Фразы, которые принадлежат кассиру. Share. Can I take your order? Могу ли я принять ваш заказ? Would you like anything to drink with that? Вы хотите взять напиток к своему заказу? Is that eating or take away? Вы будете кушать в зале, а внутри помещение? Или вам с собой? То есть заказ на вынос. Enjoy your meal. Наслаждайтесь едой. Приятного аппетита. А фразы, которые мы можем услышать от покупателя, или которые мы сами в роли покупателя можем говорить? Take away, please. Заказ с собой. То есть на вынос, пожалуйста. I'd like a large cheeseburger, please. Я хочу большой чизбургер, пожалуйста. Here you are. Вот, возьмите. Эту фразу произносят, когда оплачивают заказ. An orange juice, please. Апельсиновый сок, пожалуйста. Thank you. Спасибо. Обязательно нужно поблагодарить. Exercise 2. А в упражнении 2 мы посмотрим, как используются фразы в диалоге в реальной ситуации. Диалог происходит между N, покупателем, клиентом, и мужчиной, который работает в ресторане быстрого питания, кассиром, кэширом. Listen to me attentively. I'll read and translate this dialogue for you. Слушайте меня внимательно. Я прочитаю и переведу данный диалог. Can I take your order? Могу я принять ваш заказ? I'd like a large cheeseburger, please. Я бы хотела большой чизбургер, пожалуйста. Would you like anything to drink with that? Будете заказывать какой-нибудь напиток? An orange juice, please. Апельсиновый сок, пожалуйста. Is that eat in or take away? Вы будете есть в зале? Или вам заказ с собой? Take away, please. Мне с собой, пожалуйста. That's free. Eighty-nine pounds, please. Это будет стоить 3 фунта 89 пенсов. Пожалуйста. Here you are. Вот. Возьмите. Thank you. Enjoy your meal. Спасибо. Приятного аппетита. Thank you. Спасибо. Итак, мы видим, что Энн пришла в ресторан быстрого питания и оформляет свой заказ. В заказе... Кстати, иллюстрации подсказывают нам, что именно она заказала. В ее заказе большой чизбургер и апельсиновый сок. И все это стоит 3 фунта 89 пенсов. Ее заказ оформили. Задали наводящие вопросы для того, чтобы уточнить, что еще она хочет взять с собой и где именно она будет принимать пищу. И, конечно же, пожелали ей приятного аппетита. Я еще раз прочитаю диалог без перевода. Старайтесь повторять фразы за мной вслух. Let's start. Начинаем. Can I take your order? I'd like a large cheeseburger, please. Would you like anything to drink with that? An orange juice, please. Is that eating or take-away? Take-away, please. That's 3.89 pounds, please. Here you are. Thank you. Enjoy your meal. Thank you. The next exercise. Следующее упражнение. Let's answer the questions. Ответим на вопросы по диалогу. The first question. What is Anne ordering? Что заказывает Anne? Anne is ordering a large cheeseburger and an orange juice. Anne заказывает большой чейзбургер и апельсиновый сок. How much is it? Сколько стоит ее заказ? The entire order costs 3.89 pounds. Общий заказ стоит 3 фунта 89 пенсов. А теперь давайте проверим не обманули ли Anne со стоимостью заказа. Итак, мы видим меню с наименованиями, с позициями продуктов, которые можно заказать и рядом стоимость данных продуктов. меню на английском языке, чтобы было легче сориентироваться, меню на русском. Перевод. Вспоминаем, Anne заказала большой чейзбургер. Находим эту позицию в меню. Cheeseburger large 2.99 Большой чейзбургер стоит 2.99 2.99 пенсов. И плюс Anne заказала апельсиновый сок. Напитки у нас в самом низу меню. Orange juice 90 пенс. Апельсиновый сок стоит 90 пенсов. И теперь нам необходимо прибавить 2.99 это стоимость большого чейзбургера и 90 пенсов. И мы получаем 3.89 пенсов. Действительно. Кассир посчитал правильно. It's high time for your homework. Подошло время для вашего домашнего задания. Вам необходимо составить свой собственный диалог по образцу проработанного на уроке, изменив информацию. Можно изменить заказ из меню еда на вынос от Тони. То есть Anne заказывала большой чейзбургер. Вы можете заказать что-то другое используя меню. Заказ из меню еда на вынос от Тони напиток. Anne заказала апельсиновый сок. Вы можете заказать какой-либо другой напиток. Можно изменить место приема пищи. Anne решила взять заказ с собой на вынос. А герой покупатель в вашем диалоге может принять пищу внутри помещения. И конечно же поменять общую стоимость заказа. Будьте внимательны и используйте пожалуйста таблицу еда на вынос от Тони где указаны наименование продукты которые можно заказать и указана цена. И посчитайте правильно. наш урок заканчивается и подходит к концу. Спасибо за вашу работу. Я желаю вам удачи. До свидания.